Перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса легковушки. В Копейске водитель иномарки сбил школьника. К счастью, маленький нарушитель жив. Все подробности расскажем в сюжете. 61-летний водитель Субару сбил мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии 9-летний школьник получил травмы. После ДТП фура опрокинулась в кювет. На автодороге Москва-Челябинск, 1665-й километр, оказывает содействие в подъеме грузового автомобиля после ДТП. Сотрудники полиции вызвали спецтранспорт и выехали на место происшествия. О состоянии водителя не сообщается. Это ДТП произошло на улице 40-летия Победы. Здесь столкнулись сразу несколько автомобилей. Очевидцы говорят, что медики оказывали помощь участникам аварии. На Копейском шоссе один из водителей не справился с управлением, и вот результат. Серьезная авария на автодороге Меридиан. Тут лоб в лоб столкнулись две легковушки. На месте работала бригада скорой помощи. В Низипетровском районе снегоход влетел в поезд. По предварительной информации машинист поезда увидел приближающийся к путям снегоход и применил экстренное торможение. Но избежать аварии не удалось, пострадавших нет. Это ДТП случилось на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. В обстоятельствах столкновения разбираются инспекторы ГАИ. Информации о пострадавших нет. Авария произошла на улице Худяково. Судя по кадрам, удар был сильный и машина разбита. На улице Каслинская легковушка столкнулась с трамваем. Движение вагонов на время было остановлено. А этот водитель напугал жителей Челябинска. Сначала мужчина поехал по встречке, затем хотел проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. А в итоге врезался в легковушку и скрылся с места аварии. В Коркино гонщик не справился с управлением и вылетел с проезжей части. О пострадавших не сообщается. Пьяный лихач протаранил несколько машин в Чурилово. Мужчина на большой скорости ехал по двору, не справился с управлением и протаранил стоящие там авто. После этого он попытался убежать, но его задержали сотрудники ЧОПа и передали полицейским. На Салавата Ивая-18 мусоровоз увяз глубоко в грунт. Чтобы вытащить спецтехнику, потребовалось время и спецтранспорт. Из-за обрыва троллейбусной сети в районе улицы Шатар-Уставели образовалась большая пробка. Все троллейбусы встали. А на этих кадрах проходит задержание пьяных лихачей. Двое нетрезвых челябинцев на своем авто врезались в припаркованные легковушки во дворе одного из домов. А когда товарищи попытались задержать, они оказали сопротивление.